Кто не знает, что такое технические социальные технологии? Может, есть такие? Технические социальные технологии – это общественная, образовательная инициатива, направленная на устраиваемые взаимоотношения между некоммерческими организациями и IT-специалистами. Я предлагаю познакомиться. Меня зовут Саша. Всем привет! Я Лена. Я универсальный менеджер. Я могу рассказать самому фактическому и рациональному человеку, который никогда не пользовался мышкой, как управлять его проектами и зачем это ему нужно. Я программист, работаю удаленно. Я пока еще просто студентка, учусь на специальной работе. Я поседаю проект «Помогать их код», это дочерний проект фонда Адвита. Я занимаюсь проектом, который называется «Чистые игры». Это командное соревнование по сбору мусора. Мы занимаемся анализом открытых государственных данных. Мы помогаем детям и взрослым с тяжелой малейностью, которые живут в интернатах и в семьях Петербурга. Мы работаем с детьми из группы социального риска и также с детьми с особенностями развития. Мне интересно принять участие в каких-либо социальных проектах в технической стороне. Задача следующая – выявить как минимум одну общую идею, проблему, задачу, которая волнует всех. Задача айтишников – опять же, здесь выступить в роли проект-менеджера, то есть выслушать, что нужно и попробовать дать некое решение техническое. И вот из этого всего у нас получилось две задачи. Первая – это карта, для начала которой нужен минимум платформы и координаторской сети. И вторая тема – это сайты-площадки. Мы стали обсуждать ТЗ, путь пользователей по платформам, сценарии, мобильные приложения или сайты. И как это все разрабатывать, как этим всем управлять. Как оказалось, у Пупсова цирки перспектив – проблема одинаковая во многом. И это проблема с текотехнологией. Прежде чем городить свое, можно просто уже найти платформы, которая существует. На самом деле, куратор эту функцию может выполнить, потому что он просто ориентируется. Геймификация, собственно, как бы геймификация фандрайзенда. Когда ты делаешь жертвователя, интерфейс выстраиваешь таким образом, что жертвователь очень много получал для себя в результате взаимодействия с интерфейсом. И это очень сложная, насколько я понимаю, IT-задача сделать так, чтобы массив данных, очень сложный, большой, очень точно отвечал на разного рода запросы со стороны пользователя. Продолжение следует...